К 10% населенных пунктов Запорожской области сегодня не добраться ни одним из видов общественного транспорта. Чтобы решить эту проблему, в облгосадминистрации инициировали комплексное обследование пассажиропотока. Действующая маршрутная сеть не охватывает все населенные пункты. И у нас в областную администрацию поступает колоссальное количество обращений от граждан, что в тот или иной населенный пункт остается без внимания перевозчиков. На проект из областного бюджета выделили почти 200 тысяч гривен. За исследование предложили взяться Запорожскому национальному техническому университету. Главный ответ, который получит Департамент промышленности и развития инфраструктуры после реализации проекта, сколько на самом деле пассажиров пользуется тем или иным маршрутом. Тень – это те скрытые перевозки, тот скрытый спрос на их перевозки. А обследование пассажиропотока должно выявить этот спрос. Вместе с обследованием пассажиропотока в Департаменте занялись разработкой системы автоматизации управления автомобильным транспортом. Планируют этот проект реализовать не за бюджетные деньги, а с помощью инвесторов. В многих городах Украины эти системы работают успешно. Это все просто GPS-навигация, GPS-маяк в транспортном средстве. Все это будет завязано на колл-центре в коммунальном предприятии, создано в новом коммунальном перевозчике, который в ближайшее время мы по результатам конкурса надеемся выйдет на маршрут. Подсчетом реального количества пассажиров в общественном транспорте занялись и в городском совете. Последний раз подобное комплексное исследование проводилось в 1989 году. Сегодня сеть общественного транспорта Запорожья насчитывает более 100 маршрутов. Исследование позволит выявить дублирующие маршруты и равномерно распределить движение общественного транспорта в течение дня. На этот проект из городского бюджета выделили 1 миллион 200 тысяч гривен. Обследование пассажиропотока в Запорожье планируют провести в октябре. Продолжение следует...